Добрый день еще раз. Мы продолжаем заниматься гомологиями и когомологиями групп. И я напомню, что мы определяли их следующим образом. Мы определили гомологии группы с коэффициентами в А как, ну на самом деле мы функтор даже так определили, не только с коэффициентами, а как функтор. Значит как, что? Как тор N, значит Z от G, Z, A. Где Z это же модуль с тривиальным действием, так, ну и тем самым, ну и аналогично H, N, G, A мы определили к гомологии как экст Z от G, N, Z, A. Так, что это значит? Это значит, что для того, чтобы их посчитать, мы должны, значит, построить резольвенты G, Z. Так, значит, таким образом, чтобы вычислить, значит, H, N, G, A и H, N, G, A, значит, нужно построить построить резольвенты, резольвенты Z, ну, ну какие резольвенты? Ну, на самом деле, годятся вполне проективные, но на самом деле даже свободные. Резольвенты Z, но как каких модулей, над чем? Понятно, что не как Z модулей. Как Z модуль, Z имеет очень короткую резольвенту, да? Как Z от G модуля. Так, ну, на самом деле, все мы помним, как, значит, такая резольвента может начинаться. Она может начинаться так, Z от G, Z, в 0. Так, а вот это вот отображение, которое называется аугментацией. По-моему, я его буквой эпсилон обозначал, да? Я все время путаю эпсилон и это. А, буквой это я его обозначал, да? Аугментация. Так, значит, вот, но аугментация, она отображает элемент А, G, G, где мы, ну, помните, мы отождествляем, значит, базис Z от G, Z базис Z от G с элементами, гру, самой группы, да? Так, значит, по G и G, вот эта штука отображается в сумму коэффициентов. Вот эта вот вещь называется аугментация. Так, ну, и вот если вы помните, мы, значит, в прошлый раз, две недели назад, определили, смотрели на ядро этой аугментации, которое мы, по-моему, вот так обозначали, правда, да? А, помните, да? Мы определяли, значит, инварианты А, G, и мы определяли коинварианты, так как фактор, значит, А по И, G, А. Вот, вот сейчас давайте мы взглянем чуть-чуть пристальнее, значит, на ядро аугментации. Так, следующий параграф, значит, пополняющий дел. З, значит, вот И, G, это ядро этого отображения, то есть И, G по определению, это, значит, множество тех элементов групповой алгебры, для которых аугментация равна нулю, то есть для которых сумма коэффициентов равна нулю. Вот, но так тогда совершенно ясно вот что. О, значит, теорема. Совершенно ясно, что И, А, G является свободным Z модулем. Значит, является ли она свободным Z, А, G модулем, никто не знает. И вообще, в случае, это не так, конечно. Это так, в одном важном случае, ну, в котором, как раз, это значит ровно, что вот это будет резольвентой. Так, и, следовательно, мы знаем гомологию, как гомология. Вот, значит, теорема И, G, как Z модуль, свободно порождается Значит, элементами G минус 1, где G принадлежит, ну, вот обычно вот это так обозначается. Ну, некоторые рисуют, Ротман рисует крестик, но в теории количественной группы так обозначается. Это G без элемента единица. Понятно, что это значит, да? Так, ну, доказательства. Значит, ну, во-первых, понятно, что у любого такого элемента аугментация равна нулю, а аугментация является кольцевым гомоморфизмом. Так, значит, это кольцевой гомоморфизм. И, значит, это от G минус 1 равно нулю. Ну, точнее, равно 1 минус 1. Так, значит, поэтому любая Z-линейная комбинация, Z-линейная комбинация вот элементов G минус 1 принадлежит и от G, то есть ядру аугментации. Так, ну, а обратно это вытекает вот из чего. Значит, обратно. Пусть Пусть у нас так, ну, X я не хочу использовать, поскольку я хочу потом X использовать для элемента группы. Значит, как мы обозначим элементы группового кольца? Ну, скажем, Z. Значит, Z это элемент и от G. Так, тогда он имеет вид такой. А, G, G. И то, что он является, принадлежит пополняющему идеалу, значит, что сумма А, G равна нулю. Правда, да? Так, ну, так это значит, это значит, что вот эта вот вещь равна сумме А, G, G минус сумма А, G на единицу. Правда? Ну, а теперь, значит, воспользуйся определением операций в групповом кольце. Так, вот здесь сумма берется по всем же. Но, значит, А от единицы слева, А от единицы справа они сократятся. Понятно, коэффициенты при единице сократятся. Они одинаковые. И поэтому здесь останется сумма А, G, G минус 1 уже не по всем элементам группы, а только по ненулевым элементам группы. Так, но это ровно значит, что любой элемент из ядра аугментации значит, имеет такой вид. Ну, а так, что я сейчас показал? Я показал, что эти элементы лежат в ядре и его порождают. Ну, а то, что они линейно независимы, это очевидно, поскольку G минус 1, где G принадлежит, G ненулевый элемент группы линейно независимы. На Z. Ну, все понимают, почему, да? Ну, потому что, если бы мы написали бы такую линейную зависимость, мы бы там но это линейная зависимость, мы собрали бы вместе все слагаемые при значит, сумма А, G, G минус 1, значит, по G из G равняется сумме А, G, G, по G не единичным, минус сумма А, G, все еще по G не единичным, на единиц. но это линейная зависимость, но это линейная зависимость, линейная зависимость между G, принадлежащими G, ну, что невозможно. Понятно, да, они по определению групповой алгебры. так что пополняющий идеал значит, порождается свободно над Z этими элементами. Но, конечно, над Z, а не над Z от G. Но вот есть один важный случай, когда мы из этого базиса над Z можем выбрать базис над Z от G, а именно для свободных групп. Я не буду это полностью доказывать. у вас это было в листочках? Так, ну вот пусть у нас теперь G это F, значит, свободная группа. F от X. свободная группа, свободно порожденная свободно порожденная на множеством X. Вот, тогда имеет место такая теорема. Значит, что и от G и от F свободный F-модуль, ну, Z от F-модуль, свободно порожденный, ну, с базисом. Z от F-модуль с базисом X-1, где X принадлежит X. Так, ну, верим мы в это или нет? Так, ну, что здесь является трудным? Ну, понятно, что мы должны доказать аналог, так сказать, двух утверждений, что эти элементы, ну, очевидно, что они там сидят, мы уже знаем, что эти элементы, значит, порождают это над групповой алгеброй, и что они над этой алгеброй линейно независимы. Но что они порождают, это очевидно. Значит, а именно для любых G и H из группы G выполняются вот такие формулы, что G H минус 1 равняется, так, это как-то называется школьная алгебра, значит, G H минус G плюс G минус 1, да? Как это прием назывался в школьной алгебре? Ну, а теперь вынести G налево. Значит, G H минус 1 плюс G минус 1. Так, понятно, что я сказал сейчас, да? Сейчас сказал, что вот этот элемент наш, G минус 1, отвечающий произведению двух элементов, является линейной комбинацией вот этих элементов разности с единицей для значит, сомножителей, но линейной комбинацией с коэффициентами из самого группового кольца. Понятно, да? Так, ну и, конечно, то же самое, значит, G минус 1 минус 1 равняется минус G минус 1 G минус 1. Так, верим мы в это или нет? Ну, я думаю, что придется поверить, да? Вот, значит, понятно, что я сейчас сказал, да? Сейчас сказал, что из элементов двух можно брать, так сказать, взаимнообратных можно брать только один. Вот, значит, ну и заменять и выражать произведение через. Так, поэтому это значит, что над групповым кольцом, значит, следовательно, если G порождается X, не обязательно свободно, не обязательно свободно. Так, то и G порождается X-1, где X из X над значит, над чем? Над Z от G, правда, да? Вот, но здесь, так сказано, что-то гораздо более сильное. Ну, вот, мне это было нужно, поэтому я это доказал сейчас. а то, что я, сейчас, извините, 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 вот, значит, а то, что я, сейчас, нужно мне доказывать, я не хочу доказывать сейчас, я постараюсь к этому вернуться через ею, когда мы будем интерпретировать младшие группы гомологии к гомологии, так, значит, потому что для этого мне нужно определить то, что называется скрещенные гомоморфизмы. Было это у вас? Я-то вам не определял, так, но вы могли это видеть в листочках. Было или нет? Не было? Ну, давайте я определю, скажу, значит, что здесь нужно доказывать, и дальше вы можете проверить сами как упражнение, вот, значит, но, в принципе, я готов это в следующий раз и доказать, но просто сейчас я хочу двигаться вперед, вот, а именно, а именно, можно следующее знать, что, что G-эквивариантное отображение из G в произвольную, в произвольный G-модуль, это то же самое, что скрещенные, 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 извините, скрещенные гоморфизмы из G в A. Так, ну вот, давайте я вам еще одну теорему сформулирую, значит, чтобы доказать теорему, осталось проверить, что для свободной системы образующих элементы X-1, значит, линейно независимо над Z от F. Вот, значит, это доказывается примерно следующим образом. Давайте я вам вспомнилю еще одну теорему. значит, что для любого G-модуля A, HOM, ZG, IGE, A, это то же самое, что скрещенные гоморфизмы из G-а, G-модуля А, я все правильно написал, да. Так, вот, ну, я мог бы написать изоморфно, конечно, если хотите, но это, опять же, абсолютно каноническая вещь. Так, значит, а это вот что такое, значит, множество группа, аддитивная группа скрещенных гомоморфизмов, из G-а. Так, что это такое? Что такое гомоморфизм из G-а? Мы взяли два любых элемента отсюда, так, и, значит, фи от xy равняется фи от x плюс фи от y. Так, потому что группа G у нас записывается мультипликативно, а группа A записывается аддитивно с мультипликативным действием G. Вот, значит, вот эта вот формула, которая написана, эта формула не учитывает, чего, она не учитывает вообще, в этой формуле вообще никак не отражается структура G-модуля на A. Так, то есть, вот эта формула, это правильная формула для случая тривиального действия. Когда, понимаете, для любого, значит, A называется тривиальным G-модулем, если, значит, для любого G из G, любого A из A, G A равняется A. Так, значит, вот эта вот формула для тривиального действия, то есть, для тривиального действия с крещеной и гоморфизм то же самое, что гоморфизм. Что вы говорите? Ну, это коцикл просто, нет, уже с чеком. Это один коцикл, да. Хорошо. А, а, да, 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 значит, это я собираюсь сказать в следующий раз. Я сейчас собираюсь построить резольвенту, а в следующий раз, А, то есть, вы вот такую формулу видели, да? А, что, я отыгрюю. А? Что вы говорите? Один коцикл, да. Что вы говорите? Чего-чего? Там не икс, а там икс. Ну, да. да. Ну, такая вот вас устроит. Ну, у меня действует слева. Я рассматриваю левые действия. Так, сейчас то, что неправильно. Вот, значит, ну вот, и этот эзоморфизм, он позволяет сказать вот что, значит, что, вот посмотрите, что нужно, чтобы доказать, что это базис? Нужно доказать, что любой, что любое отображение, значит, таким образом, чтобы доказать, что, значит, х-1, где х принадлежит х, это базис, и от f над z от f, значит, нужно продолжить, ну, как это называется, там, универсальное свойство базиса, да, универсальное свойство базиса. Так, нужно продолжить любое отображение из х, вот, в g-модуль, значит, это х у нас вкладывается в и от g, в и от f, ну, вкладывается таким странным образом, х переходит в х-1, да, вот, и это нужно продолжить до g-квивариантного отображения, значит, существует единственное g-квивариантное, f-квивариантное, так, то, что оно единственное, это вытекает из того, что они порождают все, так, а то, что оно существует, это нужно вот по этому отображению построить один к-цикл, построить дифференцирование, значит, из f со значениями ва. Куда построить вот эту стрелку? А? Ну, вот эту вот стрелку, которая правая, да? Ну, вот не эту стрелку, а нужно построить стрелку из... Так, значит, то есть, единственность вытекает из того, что x-1 порождает, а вот существование нужно проверять. Так, вот давайте мы этот кусочек отложим, потому что иначе просто я радикально не успею то, что я сегодня хотел вам доказать, но в любом случае отсюда вытекает интересная вещь. Вы видите, что отсюда вытекает? Отсюда вытекает, что для свободной группы, для свободной группы, вот то, что построено, та точная последствия, которая построена, уже является свободной резольвентой. Так, значит, следствие. Ну, например, для группы Z. Z. Поскольку Z свободная группа. Здесь, значит, речь идет не о свободных абелевых группах, да, о свободных группах. Звук. 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 значит то есть то что построено уже является резольвентой ну и отсюда конечно сразу вытекает что для свободных групп все высшие к гомологии начиная с и гомологии начиная с 1 с любыми коэффициентами равны нулю значит следствие что конечно очень удобно если мы умеем значит строить точные последовательности по первому аргументу неабелевому значит следствие значит что если f свободная группа то значит 0 и f zf z 0 это свободная резольвента резольвента z над zf вот а это просто вложение вот ну и в частности а все h n f а равны нулю и h n f а равны нулю при n больше либо равном однице ну понятно что здесь к гомологии могут быть только гомологии могут быть только в нулевом члене да а дальше уже 0 понятно да то есть дальше точность сохраняется поскольку там 0 стоит вот значит но этот кусочек мы мы опустим мы к нему вернемся когда будем обсуждать значит совпадение гомологии к гомологии построенных при помощи бар резольвент с историческими группами h1 и h2 так построен открытыми ранее вот а сейчас значит посмотрим на еще один прежде чем переходить к общему случаю посмотрим на еще один критически важный пример который исключительно важен и как пример и исключительно важен в теории чисел в теории чисел конечно там в наибольшей степени используется именно гомологии к гомологии на конечных групп так хотя конечно не только но в первую очередь конечную вот значит следующий пример ну да аж 1 g z это всегда же аберева да что наверно ну и и h1 g а тем самым тоже для тривиального действия по крайней мере будет произведение абеллинизации на на а да надо больше на двух а вот значит к гомологии гомологии так ну да 1 что там 0 это 0 это 1 это 2 до начинается второй экогомологии циклические группы значит пусть у нас n пусть у нас же это циклическая группа порядка м конечного значит что происходит для циклической группы бесконечного порядком только что посчитали правда так а значит порядка м вот но пусть она порождается одним элементом тогда оказывается что у любой что у z существует периодическая резольвента что это резольвента в которой дифференциалы повторяются так значит теорема вот давайте рассмотрим два элемента групповой алгебры значит д равный x минус 1 и n равный 1 плюс x плюс и так далее плюс x в степени м минус 1 так это элементы групповой алгебры значит которые понятно что их произведение равно значит чего там она равна и к степени м минус 1 равно нулю да вот значит теорема вот следующая цепочка следующий так ну и тем самым это комплекс следующий комплекс значит z z отображается z от же так это обычная наша значит гамморфизма аугментации так а теперь что я должен поставить чтобы значит здесь я должен поставить d наверно да чтобы композиция с аугментацией равнялся нулю правда ведь аугментация это это действие n правда ну сверху того что что x действует здесь тривиально правда то есть нужно поставить здесь d значит z от же значит z от g значит z от g z от g z от g ну я утомился так все поняли да а намножение на элемент намножение на элемент да да значит ну то есть мы значит здесь d и n обозначают что они обозначают они обозначают же линейное отображение а кстати почему она же линейна почему эти отображения же линейна а вы теории представлений забыли з от g обозначают умножение обозначают умножение на соответствующие элементы z от g так это же линейные отображения так ну и почему же они же линейны так так а а понятно почему нужно одно слово сказать называется сплетающий оператор нет ну потому что группа же потому что циклическая группа является так ну что значит что так сказать умножение на x вот мы взяли элемент там так сказать какой-то z умножили на g а потом умножили на x и ну на что умножили на там x минус 1 и мы сказали что внезапно это равно g x минус 1 z нет потому что ци мобили вода абсолютно верно значит так как так как ци мобили вода совершенно верно вот значит то есть эти умножения являются же линейными отображениями вот вот поэтому и как мы только что сказали заметили значит это будет комплекс то есть я уже это включаем формулировку потому что вот это у нас уже написано это комплекс правда потому что когда мы применим одно потом второе мы применим 0 так в любом порядке ну и здесь конечно тоже потому что это эпсилон это 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 тоже умножение на n на самом деле так да ну понятно да вот а значит а является свободной резольвентой и ну над z то есть в случае циклической группы так ну доказательства что нужно проверять то нужно проверять что ядро ядро чего значит ядро d так ну здесь наверное это понятно потому что это в точности вот это в точности отображения которое отвечает отвечает ну он понятно да образ является в точности агментирую пополняющему делу это доказал в предыдущем вопросе так значит то есть точность в этом члене понятно так значит точность в нулевом члене доказано в предыдущем вопросе но для этого нужно использовать обе теоремы и первую и начало второй вы понимаете да потому что что вытекает из первой из первой вытекает что порождается что порождается икс в степени и минус один а из того что мы доказали в начале второе вытекает что все вот эти являются кратными икс минус один понятно да а ну это вы знали из школы что икс минус один нужно вынести отсюда вот значит так то есть точность в первом члене доказано в предыдущем вопросе а теперь нам нужно доказать что нулевом а теперь нам нужно доказать что ядро чего что ядро д содержится в образе н и нужно доказать что ядро н содержится в образе в образе д но это как бы на каждом шаге это одно и то же вычисление поскольку это резольвента периодически так понятно что она периодическая да что здесь со сдвигом на 2 будут одни и те же отображения одни и те же модули одни и те же отображения то есть модуль это вообще все одни и те же то есть это вычисление в вычисление в z от g так ну и если мы хотим делать перерыв то я должен написать две формулы и значит сделать перерыв в этом листе хотим мы как вы скажете Так, значит, ну давайте тогда я напишу эти две формулы. Значит, я что должен доказать, что там что-то лежит в образе, значит, что-то из ядра лежит в образе следующего. Так, нам осталось проверить, что ядро D содержится в образе N. И, соответственно, второе включение. Ну вот возьмем элемент отсюда. Он представляется в виде, значит, A и T на X в степени I, где I от 0 до M-1. Так, у нас группа циклическая порядка M, правильно, да? Вот, значит, ну и что значит, что у нас DZ равно 0? Это значит, если вы посмотрите, что вот вы взяли эту сумму и сдвинули на единицу нумерацию и вычли одну сумму из другой. Понятно, что вы получили. Значит, вот это вот равно, значит, A, I плюс 1 минус A, I на X в степени I, сумма по I от 0 до M-1. И это внезапно равно 0. Вот такая сумма равна 0, как известно. Это так, а все кефиценты равны 0. Так, ну это значит ровно, что A0 равно A1, равно и так далее, равно АМ-1. Так, ну а это ровно значит, что этот элемент является кратным. Так, значит, следовательно, вот это, следовательно, Z равняется A0 на N. Так, ну а в обратную сторону, значит, что ядро N содержится в образе D, это, конечно, чуть сложнее. Значит, ну тоже примерно так же. Нужно, конечно, пользоваться тем, что пополняющий гомоморфизм является кольцевым гомоморфизмом. Так, итак, мы взяли элемент Z отсюда. В таком же виде его записали. Так, значит, и применили к нему вот что. Значит, мы знаем, что NZ равно 0. Ну, это, в частности, отсюда следует, что это от NZ равно, это от N, это от Z. Так, а вот это вот равно, а это равно чему? Это равно M на это от Z, правильно, да? Ну, N у нас, это просто сумма, сумма коэффициентов равна M, да? Так, это равно 0. Ну, следовательно, вот это вот равно 0. Следовательно, это от Z равно 0. То есть, тем самым, у нас сумма всех коэффициентов равна 0. Вот. А дальше это называется трюк Абеля, как там, с накоплением, да? Это значит, что Z равно... Так, значит, D от, чего там, минус... Минус А0, минус А0 плюс А1 на X. Так, ну, теперь смотрите, что произойдет. Значит, мы это умножим на X, здесь будет минус АX, а это мы умножили еще на минус, будет плюс А0. А0X? Да, минус А0X. Понятно, да? Значит, минус А0 плюс А1 плюс А2X квадрат и так далее. И что там будет последним членом? А0 плюс АМ-1 на X в степени M-1. Так, но это нас не особенно волнует, потому что это равно 0. А все предыдущие сократятся. Вот. То есть, значит, это значит, что вот это вот равно D, примененному к вот такому элементу. Только минусы здесь все, конечно. Это значит, что это действительно будет резольвентой. И отсюда вытекает просто явное вычисление всех групп гомологии и когомологии. Так, значит, ну вот следствие. Значит, следствие такое. Значит, пусть у нас же это конечная циклическая группа. Так, значит, АА любой G-модуль. Значит, тогда вот что. H0GA равно А в степени G. Так, и дальше когомологии бывают четные и несчетные. Отчетные и несчетные. Значит, когомологии зависят, значит, высшие не от номера, а только от четности этого номера. Значит, а именно вот это вот равно АН фактор по ДА, а это равно АЖ фактор по НА. Ну, значит, мы как раз так. Понятно, что это такое, да? Ну, это инварианты. Так, а вот это вот, значит, это вот что такое. Это элементы из А, такие, что НА равно нулю. То есть, Н большое кручение. Вот, значит, это когомологии. Агомологии так. Ну, доказывать здесь нечего, потому что нужно просто взять и умножить это, понятно, да? Умножить это на А и посмотреть, как выглядят соответствующие связывающие отображения. Ну, так, как выглядят, извините, ну, переносы, как выглядят соответствующие отображения в хомах. В обратную сторону посмотреть на их, вычислить их, вычислить их ядра и образы, и вот утверждается, что они будут ровно вот такие. Понятно, да? Это будет ядро, это будет образ, это будет ядро, это будет образ. Вот, ну, и совершенно понятно, что для гомологии то же самое. И мы получим такой же точно ответ. И это наводит на самом деле на мысли. Так, значит, следующее следствие. Вот, но вот почему в данном случае удалось так все посчитать? Потому что мы построили очень простую, очень хорошую резольвенту. Резольвенту, в которой все модули, свободные ZG-модули, ранга 1. Вот, к сожалению, нам ничего такого, так сказать, в общем случае, даже для конечных групп сделать не удастся, там ранги будут расти. То есть, в тех резольвентах, которые мы будем строить, и вот в той резольвенте, которая у вас строилась, строилась уже, да? Вы вообще знаете симплециальные гомологии? Ну, тогда сейчас я вам расскажу их. Значит, не, но я расскажу в таком духе. Я скажу, что вот, я вам какие-то формулы напишу, и скажу, что вот автопология, это называется симплециальные. Вот. Значит, для гомологии получается такое же утверждение. Значит, а именно следующее. Так. Кстати, посмотрите, что это значит для случая, когда у вас группа, у вас модуль с тривиальным действием. Значит, следствие. Следствие такое. Значит, ну, понятно, что H0. Опять же, пусть G у нас то же самое. А любой G-модуль. Значит, тогда, значит, H0, G, A, это А, G. Ну, то есть, это А по И, G, A. Какой-инварианты? Так, а, значит, а дальше высшие гомологии, значит, они тоже зависят только от счетности. Только счетные и не счетные. А, G по N, A. Так, это то же самое, что там написано, правда, да? Значит, А здесь, А, N по D, A. Вот, ну, D, A равняется и G, A, как я вам только что заметил. Вот, значит, и отсюда, сравнивая то, что написано здесь, слева и справа, мы видим вот что. Ну, мы видим, что они следующим образом, значит, при N больше ни в равном единице. Так, ну, и вот сравнивая это, мы получаем такое следствие. Так, что H2N-1G, A, равно H2N-1G, A, и что H2N-1G, A, равно H2N-1G, A. То есть, иными словами, для циклической группы вот все высшие гомологии и когомологии, ну, при N больше ни в равном единице, все, кроме нулевых, устроены одинаково. Ну, я не буду комментировать. Читайте книжку Касселса и Фрёлиха «Введение в алгебраическую теорию чисел». Это важнейший факт с точки зрения алгебраической теории чисел. Здесь два факта. Значит, замещание. Значит, один, значит, для циклической группы. Гомологии и когомологии периодичны. И второе, значит, гомологии и когомологии выражаются друг через друга. Вот, на самом деле, то, что они периодичны, это, значит, как раз очень редко бывает. Так, вы, извините, вы мешаете лекцию читать. А кто это? Значит... А я помню, что они мешают. Так, значит, вот это бывает редко. А вот то, что происходит здесь, это, значит, называется когомологией Тейта. И связано с тем, что гомологии и когомологии объединяются в одну длинную, совсем длинную точную последовательность. Ну, на самом деле, их можно для... А длинную... Так, вы поняли, что я сказал, да? То есть она и в одну сторону бесконечна, и в другую сторону бесконечна. Но если вы хотите построить точную последовательность, вам нужно слегка заменить H0 и H0. То есть вот H0 и H0 вам нужно исправить. Так, значит... Вот, и тогда получается совсем длинная точная последовательность. Но это именно потому, что это конечные группы. То есть для бесконечных групп построить... Ну, там нужно менять не только нулевые, а там нужно больше, чем менять. В общем, это такая... Пункт 2, он в общем случае касается... Пункт 2, он, значит... Ну, то, что вот когомологии Тейта, что строится, касается вообще конечных групп. А периодичность бывает крайне редко. И когда там для конечных групп имеет место периодичность когомологии, это было в 60-е годы полностью выяснено вот... Квилинам и Борис Борисовичем Денковым. У нас так, то есть это некая такая серьезная наука. Вот, значит... Ну вот, это пример вычисления... Вычисления гомологии и когомологии основанная на том, что мы можем построить явную резольвенту. Так, вот... И понятно, что теперь наша задача построить резольвенту для... Значит, произвольных групп. Для произвольных групп. Так, ну вот... У вас какая резольвента строилась? Однородная или неоднородная? Значит, ну, на самом деле, там для вычисления обычно используется нормализованная неоднородная резольвента. Вот, и для нее проще доказывать совпадение получающихся групп с классическими группами. Так, значит... Но если ее определить для неподготовленного человека, то, так сказать, в этот момент наступает некое удивление, да, потому что из определения совершенно непонятно не только, значит, почему это будет резольвентой, там ничего вообще непонятно. Так, значит, так вам с какой начать строить? С однородной или с неоднородной? Вы скажите, значит, если вы знаете, то вы не удивитесь. Если вы не знаете, то, значит, вы хотите испытать, так сказать, чувство потрясения или чувство понимания? Одновременно не получится, да. Понимание. Тогда нужно начинать с однородной резольвенты. Значит, как она еще называется-то? Стандартная резольвента. Значит, нам нужно построить построить ZG резольвенту резольвенту Z. мы построим ее двумя... Эти резольвенты, они, на самом деле, из-за можно. Так, но конструкции разные. Значит, первое, это однородная резольвента. Для однородной резольвенты совершенно очевидно, что она действительно... Просто явным образом... Ну, очевидно, что она точно... Очевидно, что она является комплексом и, значит, и строится явным образом стягивающая гомотопия, которая показывает, что она является ацикличным комплексом, то есть точной последовательности, то есть резольвенты. Значит, а именно, пусть Z это любая группа. Так, значит, тогда мы будем строить резольвенту FN значит, следующим образом. Значит, строится следующим образом. Вот. Это FN. Это будет вот что такое. Это Z-модуль, то есть Абелева группа с базисом с базисом значит, G0, G1, Gn, где Gит и принадлежат G. Значит, вот, и теперь как F0 отображается в Z, мы, пожалуй, сообразим. Правда, да? Что такое, значит, что такое, а, я еще еще не сказал. Мы же хотим, конечно, построить не просто Z-модули, а Z-модули с действием G, да? Хорошо бы, правда, да? Значит, ну, а G действует на FN следующим образом. Значит, она действует на базисе, то есть, это будут перестановочные модули. Понятно, да? Значит, G0, Gn действует так. Получается просто другой базисный элемент. вот, и теперь, значит, что это значит? Это значит следующее, это значит следующее, что у нас F0 отображается в Z, ну, что F0, это что такое? F0, это просто групповая алгебра, правда? на которой G действует левыми сдвигами. Потому что там базис над Z состоит из элементов группы, правда? Так, то есть, вот это отображение первое, это обычное пополняющее отображение, пополняющее гомоморфизм. Так, то есть, тем самым, значит, у нас у нас у нас F0, как Z от G модуль изоморфин Z от G. Значит, то есть, N равно 0, то, что там написано, F0 изоморфин Z от G, так, ну и отображение F0 в G, так, чего? Z. Это, конечно, отображение, которое просто G переводит в единицу. Ну да, G0 переводит в единицу. Ну, G0 переводит в единицу. Понятно, да? Вот, а теперь мы хотим определить дифференциалы. Ну, то есть, это иными словами отображение это. Значит, здесь G0 принадлежит G. Теперь мы хотим определить дифференциалы. Мы хотим определить ΔN из FN в FN-1. Так, как мы определяем, как вы определяли дифференциалы в, значит, как вы определяли границу в топологии? Ну, вот у вас есть там, так сказать, симплекс. Что такое граница симплекса? Просто граница это понятно. Множество точек. В отъясности есть как точки симплекса, так и точки дополнения симплекса. Понятно, то есть, вы еще ничего не знаете. Я понял, да, значит, но вот симплекс, это, так сказать, множество его вершин. Так, граница является объединением граней, но граней, которые правильно учитываются, которые нужно учитывать с ориентацией. Понимаете? Так, значит, грань, ну и большей размерности, чему, значит, будет равна? Как она будет получаться? Значит, просто вычерканем одной вершиной. Так, но вот для того, чтобы это отображение было дифференциалом, чтобы квадрат его равнялся нулю, мы должны правильно учитывать знаки. Так, и это значит следующее, что вот эта вот вещь определяется так, что у нас, значит, вот вершины n-симплекса, так, но это называется у треугольника, треугольник его размерность равна двум, а вершина у него три. У тетраэдера размерность равна трём, а вершина у него четыре. Так, и, значит, извините, границей, граница получается так, вы вычеркиваете вершины последовательно, но при этом они у вас идут в том порядке, который отсюда происходит, а это не тот порядок, в котором на них, естественно, смотреть, как на границу, нужно ещё ввести знаки. Поэтому этот дифференциал определяется так, значит, сумма по i от нуля до n минус единица в степени i, значит, g 0, g i, g n. А так определяются дифференциалы. Так, ну и тогда совершенно ясно следующее. Совершенно ясно, что совершенно ясно, что применив два раза это дело, мы получим 0. Так, верим мы в это или нет? Но мы ровно для этого знаки ввели. Посмотрите, что получится, значит, когда мы будем, когда мы применим дифференциал два раза. Так, вот, посмотрите, значит, мы применили dn, а потом применили dn-1 dn-1 дельта. А? Значит, dn-1 dn-1 Так, вот здесь вычеркивается один элемент, а когда мы это делаем, мы этот элемент тоже вычеркнули, мы вычеркиваем другой элемент. То есть, мы вычеркиваем два элемента разных. Так, но мы можем вычеркнуть два элемента в разных порядках. мы можем вначале вычеркнуть тот из них, который идет первым, потом тот, который идет вторым. И при этом получится знак значит, минус единица в степени, то есть, значит, ну понятно, да, дельта n-1 дельта n от значит, g0 gn, это будет вот что такое. Значит, там будут слагаемые, слагаемые вот такие, значит, сумма по всем значит, и меньшим j. Ну, нужно было бы написать вначале там сумма по всем и неравным j, да, но сумма по всем и меньшим j. я потом коэффициент возьму. Значит, то, что будет получаться объективно, будет выглядеть так. Правда? Но с какими знаками? Вот мы можем вначале вычетить i, потом j. Значит, при этом что у нас получится? Ну, когда мы вычеркиваем i, какой знак появится? Так, появится знак минус 1 в степени i, а когда мы вычеркиваем теперь j, какой знак появится? j теперь на каком месте стоит? Минус 1 в степени j минус 1. А теперь мы можем вычеркнуть в другом порядке, а когда мы вычеркиваем в другом порядке, мы вычеркиваем вначале j, получится минус 1 в степени j, но при этом номер i не изменился, и здесь будет стоять минус 1 в степени i. Но как-то мне кажется, что все коэффициенты равны 0. Правда? То есть это значит, что теорема значит f2, f1, z0 и так далее является свободной z от g резольвентой резольвентой z. Ну, потому что опечатка, так сказать, опечатки в номерации у нас возникают, да, все правильно, да, конечно. Является свободной резольвентой z, которая называется однородной резольвентой или стандартной резольвентой. Однородная или стандартная резольвента. я вам доказал, что это будет комплекс, правда, да? Доказательство. Мы уже проверили, комплекс. Нужно проверить его ацикличность. точность. Как мы раньше говорили, точность. что у него гомологии все равно нулю. Так, значит, что он точен в каждом члене. Вот. Но когда комплекс заведомо ацикличен? Он заведомо ацикличен, если он стягиваем. То есть, если единичное, если тождественное цепное отображение, на этом комплексе гомотопно нулевом. Так, вот. То есть, мы должны построить, вот у нас Fn, Fn-1, это Δn, это единица Fn, это Fn, это Fn-1, это Δn-1. Мы должны построить то, что мы обозначали, по-моему, буковкой S, Sn-1 и Sn, правда, да? Ацикличность, значит, вот, но достаточно построить стягивающую гомотопию. То есть, проверить, что, что вот это вот и тождественное цепное отображение гомотопно-нулевому. Значит, 1F гомотопно 0F. Вот, ну, чего там, Sn-1, мы должны построить отображение отсюда-сюда. Здесь у нас стоит, значит, здесь у нас стоит G0, Gn-1, правда, да? И мы должны это куда-то отобразить. Мы должны это куда-то отобразить, взять еще один элемент. Ну, какой мы еще один элемент дорисуем? Мы все равно вычеркивать будем. Поэтому это без разницы. Единицу дорисуем. Нормально так? Так, ну, а теперь давайте смотрите, значит, чему равняется, вот, мы взяли на чисто мы хотим проверить, мы хотим проверить, что Sn на Δn плюс 1 плюс Δ плюс Sn-1 на Δn, мы хотим это дело применить к, применить к, почему там G0, Gn, правильно? Так, что вот это делает? Это вычеркивает все, ну, со знаками. Так, а потом дорисовывает вначале единичку. Так, а вот это, значит, вначале дорисовывает вначале единичку, а потом все вычеркивает со знаками. вы посмотрите, что там все сократится, кроме ровно одного слагаемого, которое придет отсюда. То есть, вот те слагаемые, которые все, кроме одного, который отвечает вычеркиванию единички, они входят туда, но с другим знаком. И поэтому единственное слагаемое, которое не сократится, это вот такое слагаемое, которое получится, когда мы вначале дорисуем единичку, а потом ее же и вычеркнем. Потому что, когда мы вначале дорисуем единичку, а потом вычеркнем что-то другое, то это будет иметь другой знак, чем, когда мы вычеркнем что-то другое и потом дорисуем единичку, поскольку на одну позицию shift. Понятно, да? То есть, вот остается ровно это. Это что значит? Это значит, что мы построили стягивающую гомотопию. Так, тем самым это действительно резольвента. Поразительно, да? Так, это вот мы испытали чувство понимания, то есть, здесь ничего вообще проверять не нужно, правда? То есть, все очевидно, что. Так, а теперь я вам напишу формулу. и конечно, издеватель, ну и так, курсы и были построены, конечно. Значит, я сказал, что, так сказать, значит, сейчас я вам расскажу то же самое, значит, так, как это принято делать традиционно. Так, чтобы понимание не возникало по возможности. Давайте вот это на рекламу вот это. так, потому что в чем, значит, вот как бы, в чем состоит старая школа педагогическая, что, значит, в математику нет царского пути, что нужно, чтобы, так сказать, все студенты испытывали те же трудности, которые мы испытывали сами, когда это учили. Так, значит, а... Это называется месть? Ну, я не знаю, как это называется, но, значит, с моей точки зрения математика, она, значит, фундаментально очень проста, но ее трудность состоит в том, что она просто очень большая. То есть, в ней просто такое количество, так сказать, простых, понятных, красивых идей, что их невозможно всеми обладеть ими просто из-за количества. Не из-за того, что, ну, как бы нужно просто, понимаете, да, все очень просто, если правильно делать это, а если, конечно, неправильно, то, так сказать, без шансов. То есть, если пытаться, а для этого нужно понимать, какие источники считать, да, а это, к сожалению, дается только культурой. Вот это, так сказать, то есть, здесь замкнутый круг, понимаете, да, так сказать, научиться понять что-то, можно только уже понимая это. Либо, если вам кто-то объясняет, кто это уже понимает, и хочет объяснить, если не хочет, тоже без шансов. Вот, значит, не, ну, это я просто слышал от многих, что, как педагогический принцип, что должно быть трудно, типа, так сказать, преодоление трудностей, там, я не знаю, развитие характера, я не знаю, развитие характера, вот, характеров, да, да, именно так. Вот, значит, а теперь неоднородная резольвента, они изоморфны, но строятся по-разному. Вот, а неоднородная резольвента, она же называется бар резольвента. Она, значит, строится так, ну, давайте, значит, я, дело в том, что я-то написал вначале для себя как раз ее построение уже через однородную, а теперь я хочу все-таки сделать так, как это делается обычно, значит, с тем, чтобы, с тем, чтобы сказать вам, а вот теперь попробуйте докажите то, что я сейчас вам доказал, вот в этом определении. Это у вас получится, наверное, дня за два. так, значит, ну, вот, так, ага, угу, б, б, н, так, это, вот такое, это резольвента, 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 сейчас мне только нужно понимать, значит, с каким базисом, резольвента z с z от g базисом, это z от g уже базисом, но понятно, что, так, сколько элементов должно быть в z от g базисе у того же модуля, того же ренга, что вот эти наши модули fn, вот наш модуль fn, он на самом деле порождается n плюс одним элементом, но если мы смотрим, он порождается на z, n плюс одним, вот этими, понимаете, как это называется, n плюс, так, n к из n плюс одного элемента, прочитайте по-русски это, прочитайте вот такую штуку, так, это без шансов, а, тупелем длины n плюс один, элементов же, вот, значит, так вот, но это на z, потому что, когда мы умножаем на элемент же, мы всегда можем один из них сделать равном единице, а не просто один из них, а скажем первый, его вычеркнуть, это значит, что нам, значит, нужно брать наборы теперь не по n элементов, не по n плюс одному, а по n элементу, согласны, да? Так, вот, порождается z, j базисом, вот таким вот, который вот так обозначается, и поэтому она называется бар резолента, барс, понятно, да? Так, значит, с вот таким z базисом, а теперь нам нужно задать граничное отображение, но понятно, что b нуль, там базис какой? Там базис, так, ну, n равно нулю, там базис, значит, z от g базис, состоящий из одного элемента, вот этот элемент, наверное, хорошо бы обозначить единицу, так, вот, значит, и понятно, что это самое b нуль снова отображается в z, как, ну, понятно, да, то есть это z от g модуль с таким базисом, это снова z от g, это снова пополняющее отображение, и это пополняющее отображение переводит единицу в единицу, и является, значит, является же эквивалентным, а теперь мы должны построить граничное отображение, мы должны построить граничное отображение dn из bn в bn минус 1, так, вот давайте я вам напишу это граничное отображение, значит, dn от, значит, g1, gn, выглядит так, это будет g1, от g2, и так далее, gn, дальше это будет плюс сумма, по i от, не поместится, так, значит, плюс сумма, по i от, чего там, от 2 до n минус 1, правда, да, так, значит, минус 1 в степени i, дальше, значит, g1, gi минус 1, что? Правильно, да? Да, gi, gi плюс 1, опс, извините, я перестал писать запятые вместо баров, ну, конечно, там у Элленберга Маклейна и были запятые, gi плюс 2, gn, ну, и плюс еще последнее слагаемое, то есть, понятно, что здесь мы два перемножаем, и плюс последнее слагаемое, значит, g1, gn минус 1, то есть, последнее просто исчезает, но так хочется сюда нарисовать gn, и с философской точки зрения это было бы правильно, вот, значит, ну, вот такая вот формула для этого самого, для дифференциала. Так, задача, ну, проверьте для начала. но базис над групповой алгеброй теперь, то есть, поэтому она наединиться, короче, проверьте, что dn минус 1, dn равно 0, ну, про точность не говори, ну, про точность, да, так, ну, а теперь все поняли, что я хочу сказать, да? а вот так, ну, так, для однородной я вам доказал, для неодродной докажите сами, если хотите, так, значит, потому что мне это не нужно, и вам не нужно, собственно говоря, и никому не нужно, потому что эти резольвенты изоморфны, не нужно только, как, как задача по тригонометрии, только преподавательной тригонометрии, больше никому, значит, ну, на эту тему Дьедоне очень долго, так сказать, издевался, да, вот, не, ну, как бы известно, что там математика для контрольных работ, это теорема, значит, однородная и неоднородные резольвенты изоморфны, ну, в частности, в частности, неоднородная резольвента действительно является резольвентой. Так, и доказать эти две вещи намного проще, вот, то, что вот однородные являются резольвенты и то, что они изоморфны, намного проще, чем просто проверить вот это вот. но в следующий раз я это проверю и столкую несколько младших, значит, вычислю несколько младших, явно, несколько младших дифференциалов, так, при помощи чего, ну, не совсем в этих резольвентах, чуть подправленных, нормализованных резольвентах, чуть меньше, вот, и истолкуем младшие группы гомологии и к гомологии, вот то, что нам сегодня Данил упомянул насчет H1, так, и, значит, H1, H2, гомология и к гомология. Вы нам будете про ширение рассказывать? Да, да, значит, то есть теорию системы факторов, значит, теорию Шрайера вам скажу в следующий раз.